Нашему папе пришел штраф. Что? Все, папу с дома выгоняем. Трава не заправлена, тут масло не валяется. Нам для рецепта нужна тыква, мука, масло. И сколько стоит один зуб? Доброе утро. Доброе утро. Я Бонечку уже выгуляла. Все, приветик. Собираемся в школу в пятницу наконец-то. Конец недели. Так быстро уже. Быстро, да, закончилась неделя? А мне сегодня нужно петь. Что нужно? Петь. Песню выучила? Угу. Что тебе не нравится? Угу. Перед всем классом петь? Угу. Ага. А ты глаза закрой и пой. Ланчбоксы я вам собрала. Все готово. Ой, что-то горит такой рюкзак тяжелый. Что-то он кирпичи носит. Все. Пока, девчули. Ой, забыла. Что? Что ты забыла? Дорогая. Спорт. 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 Ну, давайте. Спортсминки-комсомолки. Красавицы. Опа. Кто-нибудь сзади будет стоять? Хорошо. Если кто-нибудь будет стоять сзади, ты кому-нибудь точно по голове побачишь сумкой. По математике? Ну, давай, удачи тебе. Удачи тебе. Хорошо написать. Все. Побежали. Раз, два, три. Ну, Ксюша, выходи, опаздывайте. Пока. Бонни, Бонни, пойдем будить. Пошли ко мне. Где папа? Ну-ка, где папа? Она знает, где папа. Че, где папа? Бонни, где папа? Ну-ка, где папа? Па. Где папа? Бонни. Я хочу позавтракать. Вот эти хлопья, но, кстати, осталось совсем чуть-чуть. Посмотрите, вчера купила. Вот, осталось чуть-чуть. Наверное, значит, они вкусные. Если все съели. Молочко. Попробуем. А то я же говорю, если я не успею сейчас, то я уже не успею. Чуть-чуть оставлю ее. А то тогда я вообще не успею. Они съедят быстренько. Должно быть вкусно. Попробуем. И Бонни тоже попробовать. Кстати, вкусно. Даже можно сказать, что напоминает лето-орио. Я вот сюда убираю повыше, чтобы они не достали. А то они начинают таскать. И все вкусно. Монтирую влог вчерашний. Буду завтракать и монтировать. У тебя хорошее настроение. Оценку хорошую получила? Ты тоже хорошую оценку получила? Покажи. Да, очень. Давай, показывай. Или очень плохую? Очень хорошую. Очень хорошую? Ну давай. Так ты же английский не любишь, и у тебя хорошая оценка? Нет, не нравится английский, но там сидит. Ну-ка, ну-ка. Глянем. На три ошибки. Три ошибки. По математике. Пять и семь. И тупые ошибки. А, по математике? Ну нормально. Ну как всегда. У тебя вот не бывает такого, чтобы ты прям без единой ошибки. Вау, шестерка. Все правильно. Молодец. Круто. И все... 20 из 20. Все говорили, что это очень сложно, это так просто. У меня еще было 20 минут, я могла посмотреть. Проверить. Э, 20 минут, это еще было 5 минут. 5 минут? Да. Надо было перепроверить, что там за ошибки. Ты сегодня идешь к подружке? Да. Точно? После школы? Так ты домой зайдешь или сразу к ней пойдешь? Да, я домой зайду, чтобы, ну... Переодеться? У меня зачем переодеться? А что, рюкзак оставить? Да. Я рюкзак совсем не буду брать. До скольки ты в школе? В школе до... до трех, и у нее я буду до шести. Потом в шесть я приду сюда, чтобы взять мою пижаму и... Ты у папы спроси, потому что папа вроде, по-моему, не разрешает. Почему? Не знаю. У папы спроси. Я ему вчера сказала, а он сказал нет. А вон он. Папа едет. Ой, папа, блин. Приехал папа. Надо и у меня спрашивать у него. Какую вкусняшку мою любимую придет папа. Это на фаснан делают. Хотя... Еще рановато вообще-то. Да. В общем, ну вы знаете, кто нас смотрит давно, знает, что это такое. Сколько у тебя получается отжаться уже? Мне 20. 20? Прям до пола? Нет. Не совсем до пола. Нет, надо прям до пола. Да. Там ошибки такие смешные у нее. Просто невнимательные. Да. Да, мне это сошки. Самые такие простые. Ты опять учишь? Я учусь. Твои руками? Сейчас я только... Ты помедленнее. Не надо так быстро. Помедленнее делай, потом быстрее. Как уже руки запомнят, тогда уже будешь быстрее. Вот видишь? Ну вот. Говори сначала медленно, а потом уже быстрее и быстрее и каждый раз увеличивать скорость. Нашему папе пришел штраф. Что? 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 600 долларов. 900. 900 долларов штраф за превышение... 900 долларов за превышение скорости. Вот. Наша любимая Швейцария. Все, папу с дома выгоняем. Он у нас только... Убытки у нас только с ним. Выгоняем папу с дома. Так как он держался двумя руками за руль. Да, на фотографии показали, что он держался двумя руками за руль. О май как. Вообще-то, если бы могли бы у него даже лишить его лицензии на какое-то время, и он бы заплатил где-то около 2000 долларов. Ну как так? Ну как можно 60 ехать? А, ну он мне показал, знаешь, там такая дорога была. Там никогда не ездил никто 60, не было знака. Там сейчас ремонтируют дорогу. И поставили знак. И он, получается, не увидел, так как там как раз спуск, знаешь, такой. И он, в общем, ну не увидел, что там дорога ремонтируется, потому что обычно там 90 едешь. А там дорога ремонтировалась. А он не знал. Поэтому он не успел сбавить. Вот так. И как раз, знаешь, хитрые они. За этим знаком, ну, они поставили радар. Ну, это и понятное дело, что они очень много кого поймали там. В Швейцарии лучше не нарушать правила. Лучше вообще не водить. Поэтому, поэтому я не хочу водить здесь. Я лучше так, знаешь, пешочком на автобусе. Так, Маргарита идет на день рождения. Ну, вот к подружке, которая она идет с ночевкой. У нее день рождения. Так она везде найдет же твои тапки. И она хочет подарить такую вот толстовочку. Потом, наверное, все одноклассники будут у тебя с этими толстовками. Всем передаешь свои толстовки. Они все в одинаковом будут ходить. Опять икаешь? Да. Водичку попей. Ну вот. Давай я сложу поменьше, а то в пакет нужно положить. Понюхай эту бумагу, она такая вонючая. Понюхать. Да. Да? Такой запах какой-то. Духами побрызгай потом. Чтобы она когда открывала, не задохнула. Ну да. И теперь вот так вот накрываешь, а потом вот здесь вот обрезаешь. Все? Ну вот. Готов подарочек. Еще карточек. Вот, это как хворок. Такой посыпанный сахарной пудрой. Что, не кусается? Такой снеговичок. Из маршмеллоу. Вкусный? Ты че лезешь? Так, это я тебя жду, значит, в 4? Ой, в 6. Давай. Водички попей, уже икаешь. Час, наверное, где-то. Будешь сидеть на уроках икать. Представь себе на весь класс. Вот ржать все будут. Да? Да, сегодня утром я... Утром у нас был английский. Мы все в улицах тихо, а я... Поздравляю челенеться даже моего детей. Да? Ну, я представляю. Я представляю на весь класс. Такая тишина и икнуть так. Как ты. Давай. Пока. Давай, пока. Так, одна ушла. Все, только Маргарита сегодня. Больше ни у кого школы нет в обед. Мне нужно убрать со стола. Еще не все съели. Чуть осталось. Убираем со стола. Сколько у меня тут посуды. Ксюша! Ксюша мне поможет. Ксюш! Пойдем, мне поможешь убрать со стола? Пойдем. Пойдем. Давай, мы пойдем. Ну, пойдем. Давай, пойдем. Поехали, 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 поехали. Ой, осторожно. Осторожно на поворотах. Уже, уже, ой. Ой. Ты снимала? А я рисую камеру, думаю, где камера? Я Маргарите убираю акула. Что ты делаешь? Маргарите убираешь комнату? Потому что мне скучно. Ребенку скучно. Потому что моя чистая. Ну-ка, посмотрим, давайте. Где у тебя чистая? Кофта валяется. Тут бумажки валяются. Там наклейки валяются. Нормально, это мало. Смотри, футболку. Когда будете свою комнату украшать? Завтра, нет. Ну, смотри, у меня заходишь, смотри. Кровать не заправлена. Тут на столе валяется. Тут, ну, это не вытерло. У меня мало. Потом вернула. Ясно. Ну, давай. Скучно. Ребенку скучно. Вот Маргарита чаще всего моется в этом душе. Поэтому у нее... Вот эти вот... Здесь все стоит. Да, она забыла. Но она больше вот это... Это для лица. Это тоже для лица скраб. Тут ее... Пенькой должно ползаться. Полочки, это что такое тут? Мочалка. Мочалка, конечно, вообще вот... Этой мочалкой, ну, как можно помыться? Не знаю. Тоже... Вот это хорошее тоже. Для душа. У нее еще осталась соль. Вот это вообще обалденно пахнет. Там. Ты уже перебралась на стол? Угу. Тут ножницы твои. Ой, спасибо. Я их искала. У тебя, у тебя. Боня. Папочка. У меня уборка на кухне. У меня уборка на кухне. У меня уборка на кухне. Все, чистенько и аккуратненько. Так, сегодня я хочу спечь что-нибудь из тыквы. Хочу спечь эти кексики, маффины, как называется, тыквы. Вот с этой вот тыквы. Нам для рецепта нужна тыква. Я взяла вот эту тыковку, самую красивую, мою любимую, порежу. Так, мы сейчас вытащим сердцевину и отправим тыкву в печку на 1 час, 200 градусов, так сказано в рецепте. Все, очищаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, сразу буду показывать, какой рецепт, потому что вы потом спрашиваете. В общем, нужно 4 яйца, 280 грамм сахара и щепотка соли. Это нужно все смешать и взбить миксером. Следующая нужна нам тыква. У нас осталось 2 минутки и будем добавлять тыкву. Тыква у меня уже готова. Смотрите, какая она. Мягкая, да. Теперь сейчас она остынет. Нужно отделить от шкурки. И будем делать тыквенное пюре. Вот так вот я отделила тыкву от шкурки. Очень легко отделяется. Намного легче, чем в сыром виде. Так, теперь мы включаем вот такой вот блендер. Да. Вот такой вот. И вот так вот. Да, и нам нужно сделать пюрешку без комочков. Вот. Подожди. Так, теперь мы опять берем миксер. И мешаем. Тихонечку. На. Все. Перемешиваем. Так, все. Мы взбили. Теперь нам нужно добавить муку. 280 грамм. Так, теперь мне понадобятся 2 чайные ложки разрыхлителя. О, Марвоша пришла. Так, сейчас я буду раскладывать вот такие вот силиконовые формочки для капкейка. Бумажных у меня нет, поэтому буду силиконовых делать. Они потом очень легко вытаскиваются. Так, все. Вот, я придумала не ложкой, а вот такой вот мерным стаканчиком. Только немного, а то они еще поднимутся. Так, нам нужно убрать в духовку 180 градусов на 40 минут. Вот, верхняя и нижняя греется. Как дела? Нормально. Открывай. Ой, ну ладно. Надо вот это вот убрать. 40 минут пошло. Еще на один заход у меня осталось. А потом посмотрим, может еще сделаю. Ну, тесто очень вкусное. Так, все, они вот уже поднялись. Осталось 5 минуточек. Будет готово. Вроде готово. Да, уже готово. С этой пюрешкой я думаю сделаю просто сразу пирог. Вот эти вот капкейки, а это будет пирог. Да? Сейчас он остынет. И попробуешь. Ну попробуй. На. Будешь пробовать? Вкусно. А что с этим? Вкусно? Вообще очень вкусно с тыквой. Бонька ждет как всегда. Ты тоже попробуешь, да? Да. Вкусно, ребят, делайте. Ну это уже, знаете, на любителя, кому тыквенный вкус нравится. Потому что тыква чувствуется. Сладкая тыква. Да, Бонь? Ну тыква не так нравится. Ну ты попробуй. Бонь не нравится. Уже еще тесто навела. В общем я стою и думаю, либо мне сделать капкейки, либо просто пирог. Даже не знаю. Вот. Эта партия допекается. Видите, я уже больше тесто налила и они так красиво поднялись. Кстати, в этот раз я насыпала не 280 грамм сахара, а 200. Потому что очень сильно сладкие. В общем, я сделала 4 захода. Вот это вот последний, пятый. Вот это все, что осталось. Вот это вот предпоследний у меня заход был. Все съели, детки. Бэби Йода! А где Бонни вообще? А где Ксюша? Ксюша, играй с подписчицей. Окей. Ксюша, играй с подписчицей. Что? Так, тут опять у нас землетрясение или что, ураган прошел? М? Давай спать уже, собираться. Я не знаю, где твой Бэби Йога. Как она говорит Бэби Йога? Бэби Йода. А что у нас свет, говорит, у Маргариты? Ее же сегодня не будет. Что такое? Я не знаю, где твой Бэби Йога. Он в рюкзаке у тебя был. Ты с ним в школу ходила сегодня? Нет. Я видела, да. Я не знаю, где он. Или ты вчера с ним ходила в школу? Нужно смотреть. В рюкзаке же говорю, ты в школу с ним ходила. Сама положит, потом не знает, куда ложит. Так, а мы... Мы решили начинать уже украшать, потому что у нас уже соседи все тоже украшают вон там, в балкончике. Нужно выключить. Я не могу вторую гирлянду найти. Я не знаю, где она. Это нужно весь подвал перешерстить, чтобы найти. А где-то на полу упала. Так, мы нашли это еще светильник наш, гирлянду. Вот она. Только теперь нужно решить, как ее включать. Куда включать? Ой, куда повесить? Вот на эту сторону. Мама, давай еще декорацию купим. Маргарита тут что-то готовит непонятное. Что это такое? Попробуй. Да я боюсь пробовать. Что это такое? Это сырое тесто? Это сырое тесто? Это можно кушать. Так это выпекать надо, наверное? Нет. Нет? Сырое тесто. Смотрите, мы сервируем тесто, и уберем его в холодильнике. И позже на его вкус. Вот, смотрите, Маргарита наготовила какое-то тесто какое-то, не знаю, с этой посыпкой. Даешь. Главный рецепт-то в интернете нашла. Здесь мука, масло, еще что? Сахар, еще что? Так это можно и в печку засунуть же. Получится печенье. Нет, потому что здесь нету дрожжи. Не обязательно дрожжи нужны. Но здесь нету яйца. Не обязательно яйца нужны. Если есть мука, то это уже печенье может получиться. Ну да, вкусно. Можешь как-то накатать шарики. Конфетки сделать. В холодильник убери. И теперь катаем шарики. Папа попробовал? Нет? Долго можешь катать. У Маргариты сегодня за один день почти выпало два зуба. Сейчас вылезет. Не трогай меня, не трогай меня. Давай. Ты что их высасываешь? Угу. Сейчас вылезет. Она высасывает его. Два дернула. Нет, она уже все. Покажи. Он уже болтается. Вот она с этой стороны сегодня один выдернула, и вот второй у нее за один день. Давай дерну. Два дернула. Все. Угу. Хорошо. Два. Браво! Упал. Упал, подожди. Вот он. Вот, видишь? Уже 25 фар. Я что, буду платить за все твои молочные зубы, что ли? Угу. Капец. Смотри, он у тебя портился уже. Либо он у тебя пломбированный, либо он... Нет, это пломбированный. Это пломбированный. Угу. Да, вот тут он пломбированный. Да. Так, все, зубы чистить. Хорошо тащит. Ой, держи, 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 держи его. Что, штаны потеряли? Как это, как креветка висит. А ты зубы свои хранишь, что ли? Раз, два, три, четыре, пять. Зачем? Ну, чтобы ты мне потом заплатила. Ха-ха-ха. Чтобы я тебе заплатила за это? Нет. И сколько стоит один зуб? Пять франков. Пять франков. Пять франков? Ну, как всегда. Ты же не маленькая уже. Ты же... Это Макс с Каролиной? Ладно. Ты еще под подушкой оставь. У тебя там... Сколько у тебя еще молочных осталось-то? Много. Много? Угу. Каролина, иди футболочку возьми или что-то. Ночнушку или пижамку. Но в этом очень жарко будет. Мокрое проснешься. И тем более еще так потеешь ночью. Давай, давай. Нет. Так, все. Завтра обязательно снимем влог, как будем украшать здесь все. А сейчас мы будем отдыхать. Так что, всем пока.